Девушки отдыхают... И быть не может. И слово в музыку вернется. Тема нашей сегодняшней лекции. В звездном небе есть частица души каждого человека. Вы видите тысячи звезд, таких изменчивых и в то же время вечных. И если мы поднимаем глаза к небу, мы становимся необычными людьми. А если всю жизнь рассматривать под ногами асфальт, как же понять, что ты часть вселенной и все связано, и не бывает ничего случайного. Если жизнь человека представить в виде бесконечной лестницы, которую вы видите, ведущей в небо вверх, то получится, что идущие по этой лестнице с каждой ступенькой делаются чуть лучше, умнее, образованнее, грамотнее, артистичнее, эмоциональнее и так далее. Человеческая душа остается живой до тех пор, пока есть необходимость чего-то добиваться, стремиться вперед. Возможно, одним из самых ценных человеческих качеств является способность творить и узнавать новое. А также умение делиться этим новым очень важно с окружающими. Поэтому сегодня кадр перелистываем. Мы будем говорить о музыке, о поэзии, в общем, об искусстве. Константин Паустовский. Еще раз нажимаем. Может, я еще раз попробую. В каждом сердце есть струна. Она обязательно отзовется даже на слабый призыв прекрасного. Действительно, каждый из нас обладает возможностью самостоятельно решать, каким будет его внутренний мир. Каждый волен создавать то, что посчитает нужным. Чем больше будет красоты в душе каждого из вас, тем гармоничнее будет его личность, и чем прекраснее мы сделаем окружающий мир вокруг себя. Алексей Левчик. Творческое слушание. Предвигаем стулья ближе всех рядами, бусами. Этот дар нам послан свыше. Слушиваться в музыку до видений светлых, тайнер. Стали мягче, тише все. Нас станет пред ожидание, сроков не родившихся. Композитор, когда строил к нам мосты воздушные, бесконечно верил в наше творческое слушание. Будьте ж чутки, постигая авторские замыслы, драгоценность каждой ноты, даже каждой паузы. С первых тактов и навеки примем мы причастие, охуяясь в скоте реки, в полноводии счастья. Чистым воздухом задышим, небесами вкусными. Предвигаем души ближе, чтоб приблизить музыку. Так над обломками эпох, с улыбкой на губах, ведут беседу бах и бах, седые бах и бах. ПЕСНЯ 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 Становимся ближе к Богу, и это абсолютно верно, когда музыка на века. Сейчас я приведу вам слова искусствоведа, музыканта, философа, писателя, скрипача Михаила Казиника. Он говорит, что музыка – самое главное явление в жизни, и я вполне с ним согласна, и думаю, всем согласна в этом зале. Кто-то может сомневаться, кто-то считает, что может быть математика, физика гораздо важнее, чем музыка. Многие тоже так думали, пока не спросили у величайшего ученого-химика, как он добился таких успехов в области музыки. Он сказал, в области химии, он сказал, что мне помогла музыка Моцарта. У другого великого физика, лауреата Нобелевской премии, спросили о причинах его успехов. Он сказал, мне помогла музыка Баха. Причем здесь Бах? Ведь речь идет о физике. Да потому, что великий физик играл на скрипке. И когда его спрашивали, как он открыл теорию относительности, он показывал свою скрипку и говорил, мне помогли законы красоты. Своему примерный штейн. Гениальный художник и скульптор Мининджело Буанаротти говорил, хорошая живопись – это музыка, мелодия. А Сергей Коненков – музыка двигала мой резец. Без музыки я не мыслил в творческой жизни. Без нее нет фантазии и определенности. Музыка – душа танца. Слова французского балетмейстера Жанна Жоржа Навера. А Илья Репет, это его автопортрет, кстати, писал. Я всегда любил музыку. Если мне подолгу не приходилось ее слушать, я тосковал. Он отмечал, что красочный колорит художника Репетра звучит как дивная музыка оркестра. Чарльз Дамбин писал, утрата вкуса к музыке равносильно утрате счастья и может вредно отражаться на умственных способностях, а еще точнее на нравственных качествах. И, наконец, Герцин писал. Есть минуты, в которые вполне чувствуешь недостаток земного языка. Хотелось бы высказаться какой-то гармонией, музыкой. Музыка одна может привести трепет одной души в другую, перенести. Слушайтесь. Одна музыка может перенести трепет одной души в другую. И, наконец, из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь, мелодия Александр Сергеевич Пушкин. Дима, а ты не ушел, ну тогда нам фрагмент сонаты. Алексей Верчик, посвящение Петру Ильичу Чаковскому. Потребуй музыки. Потребуй музыки. Иначе ты проживешь дремучий мир. На нерадивое растрачен полурожденным человек. Потребуй музыки. Потребуй, а после бережем будь с ней. Питайся музыкой, как хлебом, не испытав голодных дней. Потребуй музыки. Потребуй. Прими дождь звуков благодать. Как лук, что жаждет влаги с неба, дабы пустынею не стать. Потребуй музыки, как света. Лучам ее принадлежи. Ей подчинись, и непременно возникнет радуга души. Потребуй музыки, как в храме. Священной музыке молись, воздаст твою истину дарами, преобразив во счастье жизнь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы на нерадивое растраченные, полурожденные люди. Мы обладаем таким счастьем иметь такое богатство, как Чайковский, Рахманинов. И я не буду сейчас перечислять, вы сами знаете, потому что вы музыканты. Речь это музыка. А вот даже, например, простейший пример. Я иду домой. Я всегда детям говорю, если в таком настроении я играю две ноты буквально, в каком настроении я иду домой? Ответ. В грустном, печальном. А вот если я в таком настроении иду домой? В гласном. Решительном. В гласном. Речь это музыка. Слово. Это тоже музыка. Я доказала это двумя нотами. Еще Рермонтов в одном из своих писем сетовал, что написанные слова это застывшая мысль, которую читатель может произнести неверно, а значит и понять неправильно. Следовало бы в письмах, внимание, предлагал поэт, ставить ноты над словами. Тогда до адресата дойдет именно то звучание, которое хотел автор. А если то звучание, значит и чувство, и настроение. Музыкальная интонация более точно припечатывает звук к словам. Именно живые интонации делают музыку говорящей, а слово музыкальным. К чему стремятся все композиторы, поэты и музыканты. Алексей Левчик. Федя, ты обещал помогать. Молодец. Музыка, речи. Фрагмент стихотворения. Быстрее. Лишь музыкой и словом только нить, подвижная прозрачная граница. Ты сможешь так слова произносить, чтоб им хотелось с музыкою слиться. Озвучить букву каждую и слог, и в целом слово в сокровенной стиле. Постичь весомый смысл легчайших слов и чувство, что слова те породили. Спасибо, аплодисменты. Если все виды искусства представить в виде пирамиды с подножьем на земле, а вершиной в небе, то есть это и живопись, и литература, и архитектура, театр, искусство хорошего кино, наука, все эти виды искусства, то можно не сомневаться, что вершиной всех искусств будет именно музыка. Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. А можно ли словами передать бессловесную музыку? Ведь существует среди музыкантов мнение, да и многие слушатели с этим согласны, что музыка начинается там, где уже слова бессильны. Музыка — это язык чувств, что она овладевает нами, прежде чем мы вот, постигает ее наш разум. Пересказать поэзию и музыку подчеркивал поэт Матусовский, например, все равно что любоваться цветами, засушенными в гербаре. Что же, с этим можно согласиться. Возможно, поэзию и не надо пересказывать своими словами. Но язык музыки в какой-то мере доступен переводу его на язык поэзии. Вы поняли? Язык музыки доступен переводу на язык поэзии. Стихотворения в сердце поэта всегда созвучны настроением и переживанием. Выдающийся музыкант и дирижер Леопольд Стоковский, о ком я потом еще скажу, писал, музыкант должен быть поэтом, а поэт — музыкантом. В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойтись боятся. Вот какими стихами, как проникновенно писала о музыке Анна Андреевна Ахматова. Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств. Она рождает в наше воображение неожиданные связи, ассоциации. Большие поэты и писатели тоже могут выразить словами любой психологический сюанс, любые чувства, и заразить ими читателей. Они способны раскрыть музыку великолепным образом словом. В клиных классиков мы найдем немало таких озарений. Например, 18-летний Александр Блок, поэзия которого наполнена музыкой, эмоционально привел в одном из своих стихотворений свое понимание многообразной звуковой картины мира. В ночи, когда устанет тревога, и город скроется во мгле, О, сколько музыки у Бога! Какие звуки на земле Блок! Музыку с поэзией роднит прежде всего, что все искусство черпает свое вдохновение и жизненные силы из одних и тех же источников. Что это за источники? Но, наверное, это подсознательная тяга человека к прекрасному в сочетании с пониманием величия природы и вниманием ко всему, что нас окружает и занимает наше воображение. Вероятно, поэзию, музыка, живопись, танец, вокал с душой поэта связаны воедино. И такое единение может вдохновлять на создание интересных поэтических музыкальных образов, а также живописных и танцевальных, то есть на искусство. И стихи, и музыка, и живопись, и танец, и пение. Все. Их многое объединяет всех, их многое объединяет. Например, даже примитивно говоря, есть музыкальное понятие метро, равномерное значение сильных и слабых дарей. Оно близко к тому же значению в поэзии. Ударение в стихотворениях и в речи по определенным порядке и сочетания располагается. Это называется метром или размером. Но самое важное объединительное чувство – это, конечно, душа. Музыка – душа поэзии. Музыка проясняет и открывает поэтическое слово, делая более глубоким по смыслу и легким по восприятию. Дух музыки в эмоциональном аспекте – это творческая воля, побуждающая вас, одаренных людей, создавать состояние звучания какие-то, да, и оформлять их в свое собственное мировоззрение. Каждый из вас индивидуален и имеет эту возможность. Мелодия стиха – это тоже звукопись. Это не просто чередование строк и сочетание звуков. Это и интонация, и оттенки некакие. У тонко чувствующих музыку стихов поэтов, с которыми мы сегодня знакомимся, таких как Алексей Левчик и Юлия Пикалова. Сегодня в основном звучат их стихи. И Юлия Пикалова, будьте добры, включите видео, прислала нам свое видеообращение. Сейчас нам помогут. Я хочу, чтобы вы услышали. Она поэт, но в то же время в душе. Она музыкант. Я в этом не сомневаюсь. Мало того, она прекрасно играет на рояле. Я видела эти видео в Ютубе. Прошу. Меня зовут Юлия Пикалова. Я записываю это обращение по просьбе Ирины Владиславовны. Поскольку живу далеко, я не могу сама к вам присоединиться. Нас с вами овединяет любовь к музыке. Я сама не музыкант, хотя мне и посчастливилось сыграть летом с симпаническим оркестром. А вы, даже если еще учитесь, вы уже музыканты. Но музыка очень много значок для меня. И я пишу стихи. Многие из них о музыке. Мне вообще кажется, что о музыке можно только стихами. Здорово, правда? Я не знаю, какие произведения и какие стихи прозвучат сегодня. Я сама выбрала для вас одно стихотворение. Самое короткое. Оно называется Рахманинов 23.4. Спасибо за старинную дорогу, За озеро с улыбкой голубого, За тишину, За то, что неба много, А если станет тесно мне с собой, За то, что еду, Еду на удачу, Пейзажи законные гоня, Включаю аромажорную И плачу. Такое счастье Льется на меня. Браво, Лидия Петханова. Ну, спасибо, Петханова. Небожители, Потому что можете не только слушать, Но и исполнить ее. И я желаю вам большого успеха, Вдохновения Вашим таком нелегком, Но таком красивом, благородном призвании. Все. Еще раз аплодисменты. И благодарность за добрые слова Из-за творчества. Все. Сергей Васильевич Рахманинов. Я русский композитор, И моя родина Наложила отпечаток На мой характер И мои взгляды. Так он говорил. Сергей Рахманинов Это образ горячо любимой Родины, С беспредельностью ее широких далей, Буйной удалью стихии природы, Нежной хрупкостью, Расцветающей весенней природы, Которая у нас сейчас за окном, И бесконечной человеческой мудростью. Юлия Пикалова, спаситель. Сердце радостное ранено, Разум меркнет от любви, Родина моя, Рахманинов, Разливается в крови. Сколько лет не перелистывай, Нас выносит подоспев, И размах его неистовый, И родной его распев, Ждав грядущая заранее, Стражда, чтобы отвело, Родину мою искрайнюю Он поставил на крыло. И летит, летит раздольняя, Всю ее в себя вместив, Разливающийся, Вольный, верный, верящий мотив. И страна моя страдалица В ковыле, смоле, зале, Из вины высвобождается На его большом крыле. Существует второй концерт Чернея Васильевича Афмальтова. Продолжим. Хотелось бы послушать, Но время ограничено. Я надеюсь, что вы все Послушаете эту гениальную музыку. А вот это мы по пути. Это мы в Тамбове, да? Да. В Тамбове. Мы едем в Ивановку, Деревню. Сатина. Подожди, Федя, Вот это мы еще не доехали. Это мы смотрим на этот памятник. Памятник Сергея Васильевича Рахманинова В Тамбове. Он стоит на большом возвышении церковь. Видите, сзади. Всегда церковь строили на возвышении. Прекрасный памятник, фото не очень удавшейся, Но у него лежит рука на сердце. И смотрит он вдаль. Перед ним огромный простор Тамбовской земли. Сергей Васильевич Рахманин. Едем мы в деревню В современе Ивановка, Которая раньше принадлежала Сасиным, Да, родственникам Рахманинова. Музею садьбы Ивановка. Вот Сергей Васильевич там. И приехали мы туда. Ровно в открытие памятника. Вы представляете, какое бывает стечение? Мы собрались спонтанно. Поехали. А именно в этот день Было открытие в Ивановке Памятника Сергея Васильевича Рахманинова. Посмотрите, вот эти камни При нас закладывали последние. На обратном пути после экскурсии Все было уже в полном порядке. То есть это значимо и знаменательно. Видите, 7 октября дата. Мы были там 7 октября. Ничего в жизни не бывает случайного. И сегодняшняя лекция. Это не случайно. Это надо вам всем. Понимаете? Вот посмотрите, усадьба. Это богатая. Усадьба Цатиных. Позже уже Сергей Васильевич Рахманинов Туда перебрался. Но вначале он жил как бы во флигеле. Вот в этом более скромном жилище Со своей женой. Вот его бабушка. Это единственная фотография бабушки Правее спальня. Это его кабинет. Да, Федя прав. А вот теперь Федя, расскажи, ты. На рояле вы можете увидеть. Микрофон? На рояле вы можете увидеть немую клавиатуру, на которой... Да, раньше ретонных инструментов не было. Беззвучная деревянная клавиатура, на которой занимался гениальный пианист Рахманинов. Его стол. А это парк, по которому мы гуляли с безмерным восторгом. Мы бегали по этим мостикам. Сидели в этих беседках. Мы даже там танцевали. На вот здесь вот пруд. Ели яблоки очень вкусные. Ели яблоки. Там замечательный, огромнейший сад. Как можно не любить, конечно, Рахманина всей душой, всем сердцем был привязан к своей родине. Вот этот памятник интересный тоже, который в основании имеет крышку рояля. А теперь, ну я бы могла дольше говорить, посвящение Сергею Васильевичу Рахманинову, Алексей Левчик. Развернись. Активный клавиш перезвон, зачаровано гадаю, импровизирует ли он и отшлифованной детали. Звучит порывисто и страстно или задумчивый язык, но не устанет ни на миг, ведь его музыка прекрасной. Вновь интонация ищет нить, аппликатуру изменяя, против течения играя, чтоб в муках истину раскрыть. Он утверждает новый смысл не только в нотах, в инструменте. И сокровенным светом светит на нас заоблачная высь. Проник он в нас до сердцевин. Приподнимаемся все с места, чтоб убедиться, нет оркестра, рождает чудо, он один. Он чувства меры не познал, он щедр без меры от природы, швыряя пригоршни в находах до доли неприметных в зал. Стихия музыки живой, увы, неповторима дважды, и потому с особой жаждой мы примем этот дар благой. Сергей Васильевич Рафманина в сонатах. Музыка гениальная, наполненная силой. Ну что тут говорить? Музыка говорит сама за себя. И хотелось бы, чтобы вы ее побольше послушали. Я надеюсь, что ее на вас заразит этим желанием послушать это гениальное произведение. Гениальнейшее, слушайте. Мурашки похожи от такого. Как мог написать простой человек такую музыку? Да нет, непростой человек. Гений. К сожалению, дальше. А сейчас Виндельсон, песня венецианского гардарьера. Анечка, побыстрее. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Никита, уйди со сцены. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Николай Николаевич Дубовский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Дима. Геннии земли русской. Спасибо. Это два портрета я совместила. Очень интересно. Сергей Васильевич Рахманинов и Федор Иванович Шаляпин. Посмотрите. Более молодой портрет и поздний. Гений земли русской. Почему рассказываем о них? Потому что благодаря стихам Алексея Левчика мы познакомились с знаменитыми вокалистами, знаменитыми оперными певцами, которыми гордится русская земля. Конечно, Федоровым Ивановичем Шаляпином. Чуть позже о нем расскажу. Мы послушали бас. Знаменитый бас Борис Штоколов и Александр Ведепников. Но когда я у детей спросила, а вы знаете кто такой Сергей Лемешев? Вы представляете, дети не знали, кто такой Сергей Лемешев. А теперь они его послушали, они его знают, они полюбят. Сергей Лемешев познакомились и Иван Козловский. Два лирических тенора. Ну а теперь возвращаемся к Федору Ивановичу Шаляпину. Никита на сцену выходит. Чей-то портрет, кстати, пока Никита выходит. Кто написал? Конечно, вы все знаете, что написал этот портрет Борис Кустодиев. Алексей Левчик «Россыпи роз» Посвящение Федору Ивановичу Шаляпину. Про россыпи хрустальных русских роз, Пою я вам бесхитростный и русский. Есть гордость, что в России я возрос, И радость есть простая, что я русский. Вновь парус просит. Брось меня, я рвусь, брось на просток. Он яростный, хрустящий, мой парус. Он наполнен смыслом Русь. Ведь русский означает настоящий. А вот это Гул Шаляпина. Друзья, профессионал, помните, и будем наполнить вас. Великий народ Зовут полет Борис Крутиму, Сын свободы звяной, Судьба его была не очень простой. Он работал резчиком по дереву, переписчиком бумаг, но с юных лет он любил петь. Пел в хоре, работал статистом в театре, что потом помогло ему в его творчестве. Дебют Шаляпина состоялся в Уфе. Потом он переезжает в Тифлис и выступает здесь. Здесь его заметил знаменитый педагог Усатов, у которого он учится, занимается и выступает в Тифлисском театре музыкальном. Позже он переезжает в Петербург и начинает участвовать в частной опере Минаево, Панайва дебютирует в Мариинском театре в опере Фауст, исполнив знаменитейшую партию Мефистофеля в опере Гуно. Шаляпин превосходный театральный артист, кроме того, что вокалист, потому что он с помощью мимики, жестов передавал все психологические настрои персонажа. Он мог перевоплощаться. И в одном спектакле были такие случаи, что он играл несколько ролей. Вот перечисли несколько знаменитых его опер. Хантанчак в «Князе Игоре» опера «Бородина». Иван Грозный в «Опере Псковитянка» римского Корсакова. В «Садко» он пел в «Аряжского гостя», в «Сальери» в одноименной опере «Сальери», «Мельников русалки», «Жизнь за царя» он в «Михаиле Гринке» пел, в «Хованщине» и во многих-многих других. Гениальный бас, которым гордится русская земля. А теперь переходим к пианистам. Хотя это касается стихотворения не только пианистов. Я бы побольше поговорила. Это касается всех музыкантов. Юлия Пикалова, стихотворение «Ты». Музыканты. Наш одинокий шарик голубой Летит во мгле, В бесстрашие играя. Мои стихи написаны тобой, И оттого им нет конца и края. Тобой, кто явлен музыкою в мир, Кто в мир являет Моцарта и Баха. И шарик голубой через эфир Летит, летит, спасаемый от страха. Я видела, ты пролагаешь нить Среди неслышных снов, Неслышных жалоб. Ты мог бы даже руки опустить, А музыка звучать не перестала. Сергей Васильевич Рахманинов на экране. Документальные съемки. Какое счастье, что у нас сохранились эти кадры. Посмотрите, он вам улыбается И исполняет собственную прелюдию. Соль минор. Эти кадры за границей. Вы знаете, что он вынужден был эмигрировать. И эмигрировать он Обосновался какое-то время в Швейцарии, Где построил свое имение, Которое назвал Синар. Посмотрите, я выписала Сергей, Наталья, это его жена Рахманиновая. По первым звукам своих имен Он назвал это имение. Это имение целиком и полностью Было построено по образу и подобию Любимой, горячо любимой Ивановки. Даже породы деревьев Были выписаны и высажены Именно те, которые были высажены На его родине. Посмотрите, какой счастливой дочери У него Ирина и Татьяна. Какое счастье, что у нас есть эти кадры. Вот пруд, такой же, как и в Ивановке. Чуть-чуть дальше покажу. Вы увидите Сергей Васильевич На фоне русских березок. Сейчас еще немножко, я думаю, уложимся. Именно там, в сценарии, было написано Гениальшее произведение Рапсодия на тему погонения. И написал он ее спустя 4 года В жизни за границей. Величайшее, грандиознейшее, В какой-то мере даже мистическое произведение. О котором мы поговорим. Буквально вот те березки. Я хочу показать вам березки. Вот сейчас будет. Вот они. Это я хотела провести опрос, но я знаю, что вы прекрасно знаете всех пианистов, но мы не будем тратить время. Юлия Пикалова. Он вышел в центр. И сразу же будет прочитано второе стихотворение Рахманинов. Рапсодия на тему погонения. Повыше вас не будет ловить. Он вышел в центр. И бросил их на клавиши стэнвэя. Пахостнее будем все говорить. Играет Артур Рубинштейн. Вы прекрасно знаете этого гениальнейшего пианиста. Одного из первых исполнителей Рапсодии на тему погонения. А самым первым был сам Сергей Васильевич Рахманинов. Он исполнял ее с филадельфийским оркестром, а дирижировал Леопольд Стаковский, фотографию которого я вам показывала в самом начале. Который говорил о неразрывности поэзии и музыки. Вот это очень, я считаю, знаменательно и важно. С тобою мы правы и грешны. О, музыка! Зачем, скажи, ты плавишь Звенящие безумия струны В лавину не обузданную глядь? И в черный глядец сильного крыла Что новое безумие Простерло над залом До золотой залы До тла И в бабочку взлетающую с горла Аплодисменты, Илья Матерьевна Очень ценно то, что читаю стихи не только я, а мои дети Но и родители Что я должна сказать? Вы слышали последнюю фразу И в бабочку взлетающую с горла Я думала, что это метафора Метафора, которая действительно потом стала метафорой Восемнадцатая вариация рапсодий Рапсодий на тему Пагамини Звучит сейчас Прислушайтесь Потрясающие Красоты музыка Нактюр После такого волевого напора Главной темы Бесконечная любовь Я как раз думала, что это та самая бабочка взлетающая с горла Кстати, эту музыку широко используют западные режиссеры Вы знаете музыку? Во всех коллабастерах практически В начале задействован наш Рахманина Слышите, да? Так вот Бабочка взлетающая с горла Сказала мне сама Юлия Пикалова Да, это метафора Но и это Случай из жизни Который породил стихотворение Эту замечательную метафору Посмотрим сейчас очень внимательно Алексей Володин Исполняет рапсодию на тему Паганини И у него срывается бабочка Натуральная бабочка-пианист И он ее бросает в рояль Смотрите, тема Паганини опять Вот, видели? Вот она была бабочка Слетающая с горла Вот как рождаются стихи Стихи рождаются не просто из воздуха Они рождаются из нашей с вами жизни Из действительности Спасибо, Володин И с удовольствием вы послушали еще Маленькая девочка есть? Нету Ну ладно На сцену приглашается трио Так, пока не усаживается Я как раз и прочитаю стихотворение Как упоительно владыкой волшебства Вновь замирать перед начальной нотой И забывать в минуты торжества Что вдохновение становится работой Всего лишь стоит выбрать для струны Момент летучего прикосновения пальца Смучок доверить внутреннему танцу И знать, что музыка плывет из тишины 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 Сейчас я думаю, что я не буду рассказывать итальянский композитор и исполнитель. Действительно фигура мистическая и необычная, потому что это тоже гений Алексей Левчик, посвящение Паганине. Да чего же жесткие его пальцы, кованные будто из железа, нителями-белесами струятся шрамы от бесчисленных порезов. Облели безжалостно мозоли некогда изящные изгибы, пальцы пропитались твердой солью и окаменели словно глыбы. Нет, он не шахтер из подземелья, не рыбак на шкуне правословой, он скрипач, чьи маленькие трели по цветам порхают невесомо, в воздухе прозрачно золотятся. Но, чтоб волшебством светились трели, он жестоко тренирует пальцы, чтобы пальцы многое умели. Щедро мывая струны кровью, он ликует, чуя вдохновение. Это называется любовью, обрученной с верой и терпением. Момент. Сейчас я вам покажу фрагмент фильма Николы Паганини. И здесь вы услышите как раз эту тему. Он пришел, а ордистрантов нет. Мало того, недоброжелатель из зависти подпили его струны. У скрипача всего четыре струны. А лишиться одной, второй, третий и играть все так же, как будто... КОНЕЦ КОНЕЦ Алексея Левчикова И недоброжелатель Признаю Ларфей Браво! Белгар салют любви Белгар салют любви Белгар салют любви Белгар салют любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, что первая картина принадлежит Василию Поленову, потому что она очень сюда подходит, а все остальные – Николай Константинович Релиха. Юлия Пекалова «Когда Господь»… Алена, ближе к микрофону, пожалуйста. Гораздо ближе. Когда Господь ослабевал отдел, в неприходящей жалости сгорая, Он замедлял дыханье и глядел на озеро за синими горами. Он этот уголок оберегал, и веки опустив в нем малую плену. Колоколам на дальних берегах, и в озеро исполненного звона. И звон переливал синий газ, и в озеро огромный синий глаз Глядела вверх, спокойно и нестрого, безвременьем, безвольем, забытьем. И отражала облака и Бога, забывшего на миг о времени своем. Молодец. Молодцы у вас. Спасибо. Выходи, пожалуйста, Матвей Левитана. Я вам вот три картины напомню «Озеро», да? А теперь познакомимся с Михаилом Грубелем. О нем я вам уже рассказывала. Это его автопортрет. Картина «Пан». Это греческий бог, он превращен в русского лешего. Посмотрите, морщинистый, страшный, старый. КОНЕЦ «Пан». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Прозрачен ветреный наряд, Воздушные лепестки в подоле. Она сама, ама-де-флё, Цветущее младое древо, Мечтательно сияет взор Чиста и бархатиста дева. Её причудам нет конца, Случайно ищущая жесты, Она взволнует нам сердца, Как обещание невесты. Наивно детские глаза Нам невзирают изумлённо, Но торжествующая горда Осанка будущей мадонны. Чуть шире тело развернёт, Чуть приоткроет ноги, руки, Будто возносится в полёт на свет, На солнечные слуги. АПЛОДИСМЕНТЫ Малерия просвещена Валерине Улановой. Жизель в её исполнении. Восторгайтесь, пожалуйста, Великими балеринами И танцорами, которых мы тоже уже Немножечко изучили. Как бы я хотела продолжить это видео, Чтоб вы побольше посмотрели, Но не получается. Посмотрите, Эдгар Дега учился он у Ламота и у Энгра. И вот я бы хотела рассказать, но не буду. В зрелый период творчества он рисовал в балерин, Нарисовал в классах. Эти картины подобны подсмотренному эпизоду, Подобны фотографиям. Дега. А это Фредерик Шопен. Об этом портрете я вам рассказывала. Был двойной портрет с Жоржом Сад. Итак, Фредерик Шопен, Лев Озеров, ещё звучит. Микрофон пишет. Ближе, я не буду слышать. Ещё звучит в моих ушах Шопена, Вальца Магиша, Как вечный ветерон, Как трепетание птичьей, Как мир, который я открыл с летели на хосте. Ещё звучит тот вальс во мне, Как облако в клубе сне, Как ремещут в траве, Как сон, что выжжу на его, Как весть о том, Что я живу с природой в родстве. Аплодисменты. 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 Вальс в исполнении Натальи Бессмертновой И Александра Годунова. Дотис минорный. Посмотрите, как легки, Как это действительно подтверждается Стихотворными строками. Но всё, к сожалению. Продолжаем. Этого актёра вы знаете, Иннокентий Смоктуновский, Который я вам показывала, Маленький трагедий, Где он играл в одном фильме Моцарта в другом столе. Потрясающий актёр. И благодаря Алексею Левчику Мы знакомимся с ещё одним актёром Немова, а потом звукового кино Чарльзом Чаплином. Со сложной судьбой. Раньше Чарльз Чаплин, Но он сначала был очень беден. И судьба его была сложная. Но он мечтал быть музыкантом. Он мечтал быть актёром. И как вы думаете, Мечты сбываются. Потом я вам подробнее расскажу Об этой гениальной личности, Великом немом, Чарльз Спенсер Чаплин. Пожалуйста, Стихотворение Алексея Левчика, Посвящённое Чарльзу Чаплину. Возмечтав быть музыкантом, Незменно веря в сон, Для учёбы аккуратно Собирать деньги он. И чтоб ярче засияли Той мечты его огни. Перевозчиком рояля Он работает все дни. Грузит клейб инструмента, На тележку обвязав. Держит путь, Пугаясь ветра, Меж колдобин и канав. Надо делать всё без спешки, Да при том не опоздать. Ведь на маленькой тележке Он везёт святую кладь. Его ослик кропотливо Поднимается на холм, На вершину. Там счастливый Вновь задумает о том, Как коснутся пальцы клавиш И разрушив звуки тьмы. Ради света. А ты знаешь, Я завидую ему. Актёр Великого, Великой Немой. Маша, наверное, Ты не будешь играть, Извини, дорогая, Ты меня простишь, Я знаю. Посмотрите, Раньше сопровождались фильмы Музыкантами, Которые назывались Капёры. И они обязаны были Всё изобразить звуками. Вот сейчас покатится, Рояль, Вни пианино вниз, И будет пассаж вниз. Тяжело, 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 тяжело. И всё покатится. Вот так. Чарльз Спенсер Чаплин. В итоге он стал знаменитым продюсером, Не только актёром. И, конечно же, Стал писать музыку своим фильмом. Этот фрагмент я вырезала из... Фрагмент из фильма Огни рампы. Композитор Чаплин. Чарльз Спенсер Чаплин. Гениальнейшая музыка. Композитор Чаплин. Мы пропускаем. Девятый вал стихотворения. Пожалуйста. Федя, мы не будем играть. Нам не разрешают. Давай подходи быстрее рассказывать. Ну ладно. Ну всё, отойти. Валы морские в крифе в коз Углами бьются, ходят в рост Дрожа, вращаясь и кипя. Но воют лишь они, не я. Я жду его, девятый вал, Сжимая накрепко штурвал. Он движется издалека, Плечом толкая облака, Вздымая исполинский вес. Упёрся гривой в свод небес. Он гордый шторм, он велик, Он затмевает солнца лик. Приблизившись, Застыл над мной, Ошеломляя синий тьмой, И дышит шёпотом. Смотри, ты хрупок у меня внутри, Ты только пёрышко. Я бог. Сорвалась палуба от ног, Надломлен борт, Измята снасть. Кто первым вздрогнет, Не тусомнясь. Я ждал его, Он ждал меня. Удары сыплются плашня, Глотаю струи горьких вод, Но сердце Птицею поёт. Молитва есть, А страха нет, Ведь страх в душе задушит свет. Кто ненавидит, побеждён. Любовь. Единственный закон. Настя меня тоже простит. У нас сегодня в гостях выпускница Настя. Она должна была читать сихотворение, Посвящённое Коровину. Но мы заканчиваем нашу лекцию, К большому сожалению. Но мы её продолжим в следующий раз. Итак, быстрей читать. Нет, музыка не оживёт сама, Ни ревностью ума, Ни Бога ради. Она лежит беспомощно, Нема, Распластана крючками по тетради. Лишь ты, моя душа, Моя тоска, От неба ты мучительно избавишь, Когда твоя спокойная рука Легко коснётся Из немогших клавиш. Вот на этом мы и заканчиваем нашу лекцию, К большому моему сожалению. Извините, пожалуйста, Те дети, которые не успели. Нам не хватило буквально десяти минут. Спасибо. Из шкатулки достану заветные тюбы, Разведу на палитре живые краски, Слегка задрожат от радости губы, А пальцы будут исполнены ласки. Я стану писать густыми мазками, И живопись будет подобно лепке, Соцветия с заморскими лепестками, Чьи формы диковины, Запахи терпки. Притрону музыку сочетания С случайными жестами, Аккордами новыми, Соединяю в мозаики тайны Сиренево-розовое, Сине-лиловое. Молитвы художника, Света полотна, Ведомый мир, Раскрытые окна. Молитвы художника, Света полотна, В неведомый мир, Раскрытые окна. Красиво, правда? Браво! Браво! Всем браво! Все герои!